Московский проспект тянется от центра города до самой окраины. В скором времени самую длинную улицу Харькова будет не узнать. Проспект планируют расширить за счет сквера посреди двух полос движения транспорта. Некогда живописный зеленый остров вдоль Московского проспекта с каждым днем становится все меньше похожим на себя. Многолетние тополя убирают и увозят на лесопилки. Скоро на этом месте будет лежать свежий асфальт. Водители расширению одной из главных магистралей города рады. Город растет и растет большими темпами. Для этого ему необходимы современные дороги. Я сам водитель и я знаю, что городу нужны дороги. Чем шире, тем лучше, тем больше. Автотранспорта сколько стало больше? Конечно нужно. Пробки постоянно. Правда не все местные жители с мнением владельцев авто согласны. Аргументируют, район промышленный, воздух загрязненный, а деревья хоть как-то его очищали. Это преступление, скажу вам честно. Это страшное преступление против жителей этого района. У нас очень жарко в этом месте. И всегда было очень хорошо, когда была зелень. Отрицательно. Городские власти говорят, реконструкция Московского проспекта назрела давно. Но делать на месте сквера асфальтную пустыню, уверяют, не будут. Вместо старых деревьев высадят молодые. Нет сегодня бездумного решения, которое влечет за собой. Просто взяли и удалили дерево. Мы не делаем так, чтобы те места, которые должны быть для отдыха, харьковчан, были застроены. В генеральном плане реконструкции города Московский проспект – один из главных стратегических объектов. Здесь обновят уличное освещение, оборудуют современные переходы и поставят новые светофоры. В качестве примера удачной реконструкции чиновники приводят проспект Гагарина. Это современный европейский проспект, который улучшил намного движение и в количественном и качественном отношении. Пропускаемость его, по данным специалистам, увеличилась в 1,7 раза. До конца следующего года Московский проспект расширят на участке до улицы Харьковских дивизий. После этого его реконструкцию продолжат до окружной дороги. Денис Квартальнов, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».